В общем, за двухнедельное отсутствие огород еще не весь посадили. Вот я сейчас приехал, тут начали басник огород садить. Ну, в принципе, я говорю, успеем, все вырастет. Вот. Какая-то традиция такая у меня была, не знаю, в семье, наверное, тоже у нас было такое. Всегда была грядка зелени. Вот. И я вот эту зеленую грядку всегда как-то сажу я. В общем. А зелень такая, петрушка тут всякая, салаты, базилик, шпинат, потом кориандр еще. Вот. И я прям сажу так рядочками, все. И, то есть, это зеленая грядочка, потом, когда она вырастет там на салат и просто так нарезал к столу. Пока лето надо пользоваться витаминами. Вот сейчас все пролью и начну там по порядку, например, с петрушки, например. Тут петрушки, дальше салат, ну и так далее. Все, Господи, это я петрушечку сажаю. Вот так вот рядочками будет. Самое главное нравится, что мне в огороде, то есть, это то, что все растет само, по идее. Ну, ты посадил, да, там поливаешь, особенно, ну, первое время как бы. И все, то есть, ты круглые сутки не стоишь над этими растениями. Они сами растут. Сегодня 2 июня. Несмотря ни на что, я сажу, потому что будет еще время, еще все вырастет 10 раз, поэтому все нормально. Ну, вот только погода у нас сейчас очень-очень сухая. Земля тоже высохшая, поэтому, ну, воду так экономно тратим на полив. Мы в срочном порядке из-за этой жары, как это мульчирование, в общем, заложили все грядки соломой, ну, полили там, поливаем, вот, чтобы как можно больше влага сохранялась там вот из-за такой ситуации. И я сейчас готовлю всякие емкости, резервуары, вот, для дождя, если когда пойдет, чтобы можно было больше набрать. У меня семена-то все в основном покупные. Вот, кстати, единственное, этот кориандр мы собрали сами, вот, смотри, сколько он много. Мне нравится кориандр тоже, его очень хорошо в борщи добавлять, прям такой вкус невероятный. То есть, когда он вырастет, ты его, ну, срезаешь, подсушиваешь, вот, и как сушеную зелень. Значит, что я посадил, там у нас, получается, петрушка, салат какой-то одного сорта, руколу тоже салат такой, там, ну, все это витамины, базилик. Зачем базилик? Ну, у меня просто брат есть, такой вот, он, как бы, с нами не живет. Ну, вот, в память о нем, как бы, хороший человек, почему бы не посадить. Вот, всегда кушаешь, если брат, вспоминаешь. Вот, опять салат, потом что-то еще, шпинат, по-моему, да? Ну, кстати, вот еще, еще шпинат тут остался тоже. Вот, салат разноцветное кружево, вот, и обязательно вот этот кориандр сейчас тоже досугараю. А сейчас я закидываю, вот, уже оторвал, уже не помню, что тут такое. Что-то тут тоже, шпинат, по-моему. Шпинат, он придает силы, если кто помнит, кто моего возраста, тот помнит. Дядьку такого, который ел шпинат, или ли дядька, игра такая была. Ну, что, садим дальше. Да я с Богом засажу, конечно, я говорю, в такую погоду, в жаркую. У нас тут в Сибири жара, когда все-таки влажность повышена, очень тяжело ощущается прямо на организме. Но я еще тут не до конца выздоровел сам, или наоборот, что он заболел. Вот так, пустяки, собственно. Вот, поэтому Сибирь это зона рискованного земледелия, но мы надеемся на Бога, даст Бог, у нас все вырастет, все будет. Поэтому садим с надеждой. Потому что если не садить, вообще ничего не будет тогда. Осталось еще посадить свеклу где-то немножечко. Морковку уже всю засеяли. У меня еще немножко лук сивок там есть. Ну, так, помаленечку, короче, еще осталось досадить, и все, помидоры уже высадили. Так что всем, всем благополучия желаю, и чтобы у вас все с огородом было хорошо. У нас уже картошку уже полоть надо. Здесь вот мотоблоком спахивали, вот хорошо. Пока еще сорняка не шибко видно. Ну, все. До новых встреч. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok